Наш район в 2017 году, в первую очередь за счет таких поселений, как Абушковская, Павловская-Слобода, Бужаровская, мы перечислим бюджет Московской области в 2017 году в обратный трансфер, по-моему, 490 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. Понимаете, о чем я говорю? Соответственно, район у нас является дефицитным. Мы получаем в год порядка 400 миллионов дотаций от Московской области. Это дотации из двух родов. Дотации на выравнивание бюджета, это то, что касается зарплат учителей, врачей, социальных работников и так далее. Вторая часть дотации Московской области, это дотации на исполнение государственных полномочий, которые мы выполняем. У нас есть земельно-имущественные отношения, это госполномочия, архитектура, это госполномочия и так далее. Поэтому, в принципе, от самого факта создания городского округа, бюджет городского округа, мы примерно посчитали, выиграет порядка 290 миллионов рублей. Это, ну, как минимум две школы. Цифры достаточно внушительные. И я не вижу смысла, условно говоря, зачем мы отдаем сейчас эти 290 миллионов рублей просто от того, что они у нас есть. Почему нам не потратить их на те поселения, где они действительно нужны. Мы в этом году не смогли заменить газовые емкости в деревне Причистая, потому что нет денег в бюджете. Вот вам экономическая составляющая. Да это не экономическая составляющая. А что? Бюджет. У нас только два составляющих бюджета. Основная экономика. Экономика и решение вопросов местного значения. Для чего созданы органы местного сомправления? Решать вопросы местного значения. То есть то, что волнует граждан. У нас ветхий фонд составляет более 40 домов и требует переселения граждан из этого фонда, потому что жить в таком фонде невозможно. В бюджете поселения на это денег нет. Мы можем в год, но максимум выделить там 3 миллиона на это, но это не та сумма для того, чтобы решить эти проблемы. У нас по 131 федеральному закону все дороги, к примеру, перешли в район. То есть сейчас у нас в поселениях не осталось дорог. У нас ЖКХ перешло в район, а в поселениях полномочий по ЖКХ не осталось. В принципе, в сельских поселениях у нас на сегодняшний день осталось, если не могу путать, 12 полномочий. Из них, ну, самые там важные, наверное, и самые значимые, это, в первую очередь, благоустройство, культура и история. Наверное, это те полномочия, на которые уходят в самое большое количество денег. Все остальные полномочия и поезды, нет, и наши инициативы, они ушли в район. К сожалению, вместе с полномочиями в район не ушли денег. И у нас такая ситуация. Дороги мы ремонтировать должны, мы просим у поселения, соответственно, на это дело трансферы, поселения нам дают. Но, к примеру, если у поселения небольшой бюджет, ну, как у Петровска, они нам, это поселение районную и много денег на дорогу не даст. И, соответственно, тот объем дорог, который вы там можете ремонтировать, я даже не говорю о том, чтобы устроить, он очень сильно ограничен. А городской урок, в принципе, позволяет каким-то образом эти средства перераспределять в район. Я, например, убеждена, что через полгода-год наши все сельские годы обменятся. Закон о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Московской области. Здесь написано, что меры социальной поддержки, установленные в ст. 15 настоящего закона, предоставляются лицам, которые пользовались ими до преобразования сельского населенного пункта или поселка городского типа Московской области, город или объединения сельского населенного пункта или поселка городского типа Московской области с городом. В случае, если указано преобразование или объединение, произошло после 1 июня 2015 года. То есть здесь нет никаких оговорок и так далее. То есть если у вас были льготы до 2015 года, соответственно, вернее, до преобразования, а преобразование у нас будет с вами либо в конце 2016, либо в начале 2017, то эти льготы сохраняются без всяких оговорок. Если вы переведете это тогда и у нас по месяцам налог на землю и на жилье, я думаю, что это не так. Налог на землю, он зависит от кадастровой стоимости земли. Единственное, что было в полномочиях Совета и по нашей рекомендации они все так и сделали, это они снизили максимальный коэффициент с 0,3 до 0,2. И я не вижу смысла это решение будущего пересмотра. Вот это единственный момент, от чего зависит налог на землю. У вас 0,2? Ну, это практически у всех будет дорого. Вот. А налог на жилье точно так же. У вас есть кадастровая стоимость вашего жилья и все точно так же. У нас в Новопетровске работает всего несколько человек соцработанных. Мы, работая в сельской местности, имеем некие годы. Вот не отменят и их после объединения. Потому что работать в городе, если не работать в сельской поселении, это большая разница. Никак не меняется. То есть, если село, оно было село, оно останется село. Деревни, деревни, город, город. Единственное, что поменяется, это населенный пункт был, допустим, в составе Истринского муниципального района, будет в составе городского, Истринского городского округа. Вот и все. Спасибо. Спасибо.